получат новые заказы. А вот те, кто производит, для них это очень серьезные затраты. И это совсем даже не на принтеры, не на сканеры, не на лицензии ПО, РАРУС, там, Альфа-Авт, и все такое прочее, а скорее на на внедрение. То есть оборудование сейчас компенсируется, в какой-то степени это программа Фонд развития промышленности, в годный займ можно взять, хотя автокомпонентчики в этом случае матерятся. То есть мы еще и займами должны взять на навязывание государственного коммунистерства. А с точки зрения затрат на внедрение, то есть вот это адаптация, обучение, переход, миграция с версией, это же все кастомизировано, не коробочная версия. То есть хотели попросить вас похлопотать по программе, ну, наверное, по линии Минцифры, а может быть Минтон, Минпромтор, может быть Медвежица какая-то, да? То есть немножко снизить нагрузку для тех, кто внедрится в маркировку в систему. Сергей, спасибо за вопрос. Отфиксируем, да? Сначала, наверное, с коробочкой пообщаемся с моими коллегами, которые мы выработали какую-то тактику, да, в действии. Да? Давайте, пожалуйста. Я думаю, что вот код пользуется этот задний приток тоже, микрофон дотянется, потому что в первую линию я оккупировал, микрофон дотянется. Порядок, Минат, очень добрый день. Здравствуйте, Канила. Канила. Делаем софт для трудовых негрантов и их нанимателей. И важным проблемами является то, что документы, с ними происходит мошенничество. И в целом мы их можем получить в открытых сервисах МВД. Но сталкиваемся с тем, что это периодически не работает при этом в игровом языке. И у нас такой вопрос. Может ли наша миницифра оказать поддержку в организации нормального IP-подключения к МВД? Спасибо. Вопрос в планете. Спасибо, Канила. Блок МВД. Мы там сталкиваемся еще с проблемами даже со штрафами. Когда вот у нас там что-то отваливается, не видит штраф. Наши не видят господи, федеральный господи, федеральная система МВД. К нашему, наверное, счастью, у нас ряд коллег из нашего республиканского МВД. И это идеальные МВД, которые в области эти блоки работают. Поэтому сформулируем как бы проблематику. Посмотрим, что там действительно за этим стоит. Там команда сменялась, там какой-то коррупционный скандал. И все, что там действительно упадает, то работает. И тем более тема мигрантов очень важна. Я чувствую, как эта тема, наверное, сфиксируется. И МВД сама упрегрантская тема важна. Я думаю, что раз они сильнее, как бы под боком, как бы у вас и вас... Скорее всего, мы сфиксируем. Мы сфиксируем. Можно крайне помочь. Восьмой, кто этот вопрос работает. Позвольте, коллеги, вклиниться дополнение. Ушнагло. Меня зовут Александр. Это была тема по поводу железячников и 300 кВт мощности. У меня прямо сейчас идея родилась. Над крупным бизнесом и потребителями маячит такое изменение в постановлении правительства об оплате резервов максимальной мощности. Соответственно, если мы возьмем какой-нибудь казан-молл, квадрат 2 мегаватта, а он использует, например, 1,5, то 500 кВт у него будут свободными. В какой-то пропорции они скоро будут все крупники платить за резерв. Можно, как идея, договариваться с такими предприятиями, у которых маячит резерв мощности, и там размещать железячников. Эти мощности будут использоваться. И там, может быть, какая-то малома. Благодарю. Вопрос с торговым центром. Там раскивал 10. Убожает, смартфон сработает, в ремонте нельзя, не получается. Энергетика есть? Поховка есть. Смотреть там. Отлично. Продолжим. Так, у нас следующий вопрос. Есть тоже с микрофоном? Мне поближе. Так, ага. Итак, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Наня. Я посадяю компанию Apple Inc. Мы разработали программу обеспечения, которая помогает нашим пользователям получать кончер-сессии по формате 90-х интеллект. То есть, есть аватар, которые у психологов, но при этом алгоритм, и во-вторых, я пользуюсь доступом публической технологии, естественно, все облазно в основном. На данном месте проект успешно проходят переговоры в авиации. И у меня такой вопрос. Поскольку компания Московская интересен ли ей так, как это встану? Как нам видеть это может быть интересно для сферы образования как раз-таки, для помощи молодежи, продавления технологических элементов и для участников СВО? В контакте мы посмотрим. У нас есть предложение «Я школьник», он пользуется 455 школьников, и мы буквально месяца назад даже побольше зарелезили возможность, когда школьник может обратиться на радио клавиши, пообщаться. Нужно просто правильно модель монетизации выяснить, потому что у нас есть какая-то психологическая служба, которая финансирует минобор. как бизнес, скажете, одного флота стоит столько-то рублей. Нужно просто к нам договариваться, по цене смотреть. Это первое. Второе. И смотреть другие варианты. Да, если подчеркнуть, что в отличие от возможности быстрой связи с психологом, здесь есть возможность круглосуточно это делать. То есть ребенок в любой момент времени может получить эту поддержку и помощь. Класс. Отлично. Спасибо. Продолжаем. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Меня зовут Иклана Саркова. В первую очередь я хочу поблагодарить вас, Анастасия Анатольевич, всех организаторов за прекрасный формат. Я в основе формата остаюсь. Можете сегодня услышала. Я не из IT-индустрии, но я поклонник, так скажем, IT-индустрии. Я генеральный директор сети реабилитационных центров для детей с ментальными нарушениями, которые приезжают каждую неделю семьи со всего мира, чтобы получить качественную регуляцию. Также я являюсь учредителем некоммерческих организаций. И наше отличие в том, что мы функционируем в формате экосистемы, которые независимо от того, есть у семьи, у нас есть возможности, есть и психо-национальные ресурсы, есть и знания. В любом случае, к нам семья приходит, и мы обязательно делим решения с участием партнеров, с участием представителей обо структур, у которых у нас много различных тоже благотворительных проектов. И мы, при поддержке Андрея, уважаемого Гласова, который сегодня выступал, мы создали приложение электронное визуальное восприятие, которое помогает снижать уровень тревожности у детей с ментальными нарушениями. На сегодняшний день 900 тысяч детей с ментальными нарушениями только в России. Взаимодействовала мы не только со специалистами строителей России, например, у меня единственную из нашей сферы, из России. Мы пригласили вступить в Федерацию по аутизму и предыдущим странам. Наши предложения вопреканы везде, но есть ряд запросов от родителей, которые могли бы значительно улучшить, при внедрении такого предложения могли бы значительно улучшить качество жизни семьи, качество жизни детей, увеличить скорость усвоения наук детей и значительно снизить издержки энергозатраты для временные и финансовые и другие. Я заканчиваю. Мой вопрос. Можем ли мы рассчитывать на помощь Министерства цифрового развития в этом направлении? Она нам очень нужна для начала хотя бы помочь работать в блоке картинок, потому что визуально все в нашей профессии, допустим, приготовления рецептов, какими-то других наукам самообслуживания? Хотя бы для начала. И если да, то какой должен быть наш первый шаг при взаимодействии с Министерством цифрового развития? Среди планов хорошей деятельности можно зайти в проекте. Наверное, через себя от этих парков найдем Спасибо вам огромное. Отлично. Спасибо. И так продолжаем, пожалуйста. Он может помочь. Вау. Меня зовут Тимур Горюков. Я из Голорина Мичмуны. Представляю о цифровизации я в тему того, как можно на наш взгляд и это на реальном кейсе сделано, как мы можем поднять показатели по выручке и коллаборации 35 декабря. В мае мы совместно с этим парком и рядом эти компании провели выставку, конференцию, куда пригласили наши клиенты. Это лексическая компания. И этот кейс очень-очень крутой. Он показал огромное количество плюсов для всех наших партнеров получили клиенты. И, кстати, большое спасибо IT-парту. IT-парту имам очень большое участие. Там и вся организация была на высоте. Я к чему веду? Потому что приехали из Зарбежа. Мы пригласили клиентов больше, чем из 40 городов из Зарбежа. может быть стоит транслировать этот кейс и самим взять IT-компанию путешествия и проводить эти конференции для того, чтобы в отраслях промышленности, торговой и таким образом я уверен, что мы найдем и мы как IT-компания новых клиентов и промышленности и новых клиентов это как идея вы считаете? Спасибо, очень здравая, хорошая идея. Вы имеете опыт и готовы с вами запартируйтесь в том числе здесь сделать, в Казани или в Набернии. Мне кажется, это правильный формат, когда не просто ИК приезжайте а именно правильно образуется воронка продаж в контексте конференции, форума и всего того, что мы можем предложить именно в некой специализации потому что IT-компания нужно как фокус внимания, нож должен быть остро я считаю, что нам нужно просто выбрать какую-то тему конкретную в точном потенциале и прямо это сделать в законном формате как было сделано еще одно кроме логических транспортов взять еще тему тем более можно правильно штабировать заниматься логических транспортов или заниматься в сфере лица подхода для продаж классный сумм и готовы отлично спасибо итак у нас есть еще время буквально на 1-2 вопроса пожалуйста здесь у нас руки девушки не будут бежать девушки тянут руки так давайте так итак вон туда микрофон да добрый день у меня вопрос я не понял можете ли задавать его но задал давайте да дадим возможность мне давно тянут руку сзади внизу включить микрофон добрый день спасибо большое за это честное мероприятие я хочу сказать что у вас чудесный канал на ютубе я являюсь участником реалити шоу вашего про айти стартапа хотела бы узнать когда планируете снимать второй сезон и чего нам вообще ожидать от вашего канала второй сезон второй сезон не планируем страницу очень неожидан подписывайтесь на ютуб канал лайки комментарии подписывайтесь подписывайтесь на разный вкус мой запрос кстати еще не закрыл столово нашего предприятия мы должны ценить подкаст записать, да? это вопрос другой есть второе еще второе было про это было в суточной форме но я думаю что не в суточной по поводу моих задач реализация внутри айти стартапа ремонт с ремесленниками и найти службу все еще извините за забывчивость да отлично еще далее вопросы продолжим наверное по дамам они у нас тут были там у меня есть вопрос что государство думает по поводу крипты думают ли одобрять ее и используют для платежей сложный долг и грязный вопрос здесь я не полнодолжен как-то комментировать это адресом Центральный банк Российской Федерации это связано с регулированием в том числе в том числе в том числе полюсих в том числе где подникает денежная взаимная такая история, регулируется и не пускай. Наверное, к этому мы идем с моим личным мнением, может быть, даже как министра, с тем, что нужно делать аккуратно и с такой некой регуляторией. Мы предлагаем, например, давайте пока не будем развязывать джин на всю Россию, давайте обратим Казахстан, сопроводим в песочнице и как-то здесь быстро мы перестуем. Ты официально получил лиценер, две вешающие предвижения, чтобы у тебя был официальный офицер, который контролирует транзакции, там не было смысла продажи оружия, чего-то, чего-то. Это требует такой главной работы. Потому что мы сейчас уже проигрываем точные юрисдикции и Казахстана, и Узбекистана, и Белоруси в том числе в этом плане. Потому что многие компании просто с России оттуда перелацироваются и налоги, и так далее. А вторая большая индустрия – это сам майнинг. Не только просто в денежных отношениях. Здесь тоже требуют такого важного посыла, потому что газ мы не можем экспортировать, для них это на случай получается плохо. Надо экспортировать не газ, а экспортировать строительство на асфальте. То же самое такое. Поэтому я не полномочен как бы комментировать от имени государства, потому что вопрос не так формулирования, я такого своей речи не скажу. Но мы стараемся... Мы платим с кубометров, точно выгасим. На деньги уже везем. Деньги уже везем. Всем шикар. Проходите в наш, как бы, админственный кубат. И потом не будет продвигать с Украины, с Европой. Он продуман и будем дальше. Спасибо большое. Они уже заплатили. Они уже заплатили за это. Как фьючерс. Добрый день. Анатолий Геннадьевич. В первую очередь хочу поблагодарить вас за вашу команду и деятельность сегодня несместра, потому что со всеми сотрудниками мы общаемся, мы проводим, так сказать. А вопрос больше, наверное, про ваши коби и канал. Мы следим, как он развивается, за количеством подписчиков, ну и, естественно, за контентом. И вот, есть вот какая-то форма, чтобы записаться к вам на интервью и совместно поговорить на тему цифровизации. Спасибо. Спасибо, что смотрите. Мне поступает много обращений на эту тему. И мне приходится пока как бы выбирать в каком-то смысле включение загруженности, поэтому пока я в таком как бы лайк-режиме, да, когда вот появляется настроение или возможность и, наверное, включили саму тему, мне нужно, чтобы тема была мне интересна. Потому что не просто IT, да, потому что вопрос честного продукта, да. Оставляйте как бы обратную связь. То есть, пока вообще не могу, когда будем с вами делать. Я всегда ищу, наверное, интересных людей. Первый, что я не буду здесь, потом появился интересных проектов. И, кстати, Плачевова говорил, как я рад предковать, объявите публично, что все, кто хочет записаться на YouTube-канал, дайте, поднимите руку и вы дайте публичное впечатление всех записать. И я говорю, ладно, слушай, мне куда надо будет только мне это сработать. Я буду стараться эту специальную роль выполнять и рассказать больше о татарстанской компании. То есть это очень правильно транслировать, запретировать того, что показывают товар лицом, да, человеческим лицом. Потому что очень важно, в диалогах появляется вот две речи, где там на сайте маркетинговые презентации там не внесешь. Это хороший, подполь образовательный компания. В чем компания занимается? Проект, 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 проект. Здравствуйте, Владимир. Еще раз? Отлично. Спасибо. Продолжим. Вот у нас в центре. Могу я вопрос задать? Да. Всем добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Вичков Артюм. Я являюсь основателем IT-школы Республики РФ. Имею публичную возможность, хотел бы поблагодарить Министерство экономики Республики Татарстан, корпорацию МСП, за предоставление гранта. Я являюсь грантополучателем по программе бизнес молодым. Также я являюсь резидентом IT-парка, за что я хочу тоже поблагодарить IT-парка за прохождение экспертного отбора. У меня вопрос какой. Равен Минадыч, спасибо большое за такое интересное выступление. У меня вопрос такой. Возможно ли какие-то коллаборации с Миницифрой по подготовке и поставке IT-специалистов для заполнения кадров в рабочем месте в министерство? Спасибо большое. Да, требуется безопасность. Конечно, надо сформулировать направление, да, мы встретимся. Только почему IT-каты только для министерства не совсем не имеют? Нет, не только в министерствах. Если быть IT-каты для министерства. Но в том числе это министерство в том числе. Обязательно министерство. Просто, если мы рассматриваем коммерческие, например, руководения или банки, это отдельное руководение. Я думаю, что здесь тяжело, наверное, на этом министерстве получить. Давайте встретимся, посмотрим, чем может быть вам полезным. Может быть ваш продукт ровно развивался. Спасибо большое. Оценники какие? Спасибо. Продолжим. Итак, микрофон. У нас идет в центре, дам тонкую руку. Поднимаем. В центре. Давайте я про какого-то перебью и мало. Давайте. Здравствуйте. Я Радий Инатович. Кауров Ричард. Руководитель проекта в центре городской трансформации в исполкоме Казани. Дмитрия Александровича Кремлева. Во-первых, вам привет. Могли бы вы, пожалуйста, поподробнее рассказать о бизнес-окубаторах LLM решений? В каких отраслях бизнеса и какие решения ожидают видеть кубатор в качестве участников? И самое главное, какие компании уже хотят зайти именно на LLM? Спасибо. Спасибо. После его спецификации не будет. То есть мы решили пока немножко широкий фронт. То есть LLM может быть от различных направлений заканчивая музыка, заканчивая еще чем-то. Мы планируем в октябре провести отбор. То есть мы хотим сейчас даже не в октябре, а в августе. Может рамку продеваем, и провести отбор два месяца, пока не созрев. И приглашаем на 9 сентября 11 сентября. Отлично. Продолжим. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Доркова, группа Анасталина Тикфокса. Мы занимаемся очень специфичными деятелями. Сейчас небольшой вопрос задам. Замок хорошо, просто это важно. Друзья, пожалуйста, сколько занят самозанятых организм? Мало. Отлично. Те, кто работает в самозанятых, есть? Я имею в виду, пожалуйста. У кого в проекте дети внести самозанятые люди? Ну, немножко. Смотрите, с чем? Потому что мы занимаемся системой интеграции, работаем по России за рубежом. Мы говорили здесь много о стартапах и о том, что мы продавать соусы, соответственно, на рубеж, ну, соответственно, что ты, да? С одной стороны у вас клиенты, с другой стороны у нас разработчики, с третьей стороны у нас специалисты-проектники. Это конкурс. Бывает, что мы запускаем стартапы, в том числе производства, разработчики и так далее. Так вот, мы как-то пытались взять, зайти на грант, кстати, одну цифру, по-моему, если не ошибаюсь, с одним из СНГП, приложение для расширения. Я нашла там интересный пункт, на котором программа взять не получилась. Даже попробуйте, но за какой-то не получился. Там написано было, что в штате должно быть обязательно это количество программистов. Так вот, дело в том, что очень много стартапов, которые на старте работают, у них есть какое-то игролицо, или они самозанавливают, или ИП. Так вот, у них нет наемных сотрудников. И если у них нет наемных сотрудников, они, в принципе, не могут податься ни на грант, ни на что, либо в принципе. Вот, рассматривали бы такую проблему или нет, потому что в 2000-х, у нас свободы, законы с МОЗА это существует. Очень много свободных программистов работают в проектах, обслуживают десятые проекты в одновременно. Соответственно, мы занимаемся также проектом. У меня в данный момент, порядка партнеров по России, именно представителей и более 30 специалистов только в постоянных. В этом году, на самом деле, это был в данном случае, так как и малыш. Тем не будет созрыт. Я хотела задать вопрос, если что такое требование. Значит, почему, как бы, законе это есть, а в требовании нападающих грант, и каких-либо государствах рублей это не предоставит быть? Спасибо, Татьяна, за вопрос. Ваши девочки правы, я хочу сказать, почему, наверное, есть ограничения, причем, большинство государства всегда боится дать деньги компаниям, которые не имеют штатных людей. Там УПЭ, не имеют еще что-то. Компания, как бы нам сделать так, чтобы...